Когда положили уже плиту на балку, и тогда балка топнула пополам. По словам очевидцев, все произошло мгновенно. Водитель грузовика подъехал к строящемуся объекту. Началась разгрузка плит для монтажа потолочных перекрытий. Плиту положили, и в какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула. Под завалами оказались двое рабочих. Мужчины 1960 и 1974 годов рождения погибли. Мы успели крикнуть, чтобы они прыгали, и все. И они не успели. Прям резко. Все произошло. А вас сейчас как-то опрашивают, как свидетеля тоже? Ну, опросили, да, что делал, как привез, кому привез, зачем привез. А что здесь строится, не знаете? Вроде говорили, что ремонт мебели или постройка мебели, что-то такое. Производство мебели. Мебель и цех. Трагедия произошла вчера днем, 18 октября. К месту происшествия оперативно стянули следователи, криминалисты, прокуроры. Удалось выяснить, что один из собственников строящегося здания не имел разрешения на строительство. А это значит, что никакой официальной информации о проекте нет. Непонятно, как и из чего строили здание. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 ГК РФ. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Сейчас следователи продолжают собирать информацию, опрашивать свидетелей, в том числе владельца здания, который начал самовольную стройку в надежде позже ее каким-то образом узаконить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.